Восемнадцатый век был знаменателен в Кенигсберге не только чумой, но и церковными реформами и активным строительством городов, таких как Любенихт, Кнайпхов. В Любенихте, к примеру, в 1771 году был восстановлен по инициативе Фредериха Великого госпиталь святого Бенедикта вместо старого сгоревшего. Тогда же к нему пристроили прекрасный портал, он служил въездными воротами в госпиталь, яркий декор и большой орел венчали портал в центре. Находился госпиталь и портал там, где сейчас стоит памятный знак морякам-балтийцам. К сожалению, в 1903 году госпиталь снесли, оставив только арку. Новый госпиталь ставят немного в стороне в районе Закхайма. Арку разбирают и переносят. Во дворе госпиталь была возведена часовня с элементами не о готике. Так это когда-то выглядело. И так это выглядит сейчас. Церковка находится за высоким каменным забором. К ней отсюда не подойти, так как территория находится под охраной. Маленькая, но изящная часовня на уделение сохранилась и по сей день, хотя выглядит совсем иначе. С 50-х годов прошлого века по советской непесной традиции в ней находился склад, а большая часть ее декоративных элементов была утрачена временем. Для складских нужд военторга все окна церкви, чьи витражи видимо были разрушены взгляными волнами, сегодня заложены кирпичом. Новый комплекс Лебениксского госпиталя, построен в начале 20-го века, был оборудован по последнему слову медицинской науке и включал в себя несколько корпусов, в том числе здание главного корпуса городского лазерета для лечения особо опасных инфекций. Район нынешнего Московского проспекта сильно пострадал во время бомбардировки Кенигсберга, однако здания госпиталя каким-то чудом уцелели. Здания госпиталя после войны стали жилыми помещениями. Жилыми они остаются и по сей день. Часть зданий выглядит вполне себе ухоженными на Черепичной в Литовском переулке. Дом 7379 по улице Лесопильной, жилой, причем с неплохо сохранившимися деталями декоративной отделки. А госпитальная въездная арка в теле Рококо для кого-то барокко ветшала и разрушалась, пока в мае 2022 года после ремонта портал не был открыт. Портал увенчан картушем с надписью на латинском языке «Пристанище для бедных и нуждающихся». Это памятник благочестия Альберехта Маркграфа Бранденбургского. После пожара 1764 года тщательно разобран из пепла и с милосердием и щедростью Фридриха II Великого полностью восстановлен. Это свято для потомков, это безупречно. Редактор субтитров А.Семкин